Здравствуйте! Сегодня я хотел бы обсудить те вопросы, которые часто возникают об отношении к патологии роговицы у пациентов с аниридией. Патология роговицы случается у большинства пациентов с аниридией. Как правило, в начальных стадиях это классифицируют как эпителиопатия. Под термином эпителиопатия понимают изменения эпители, которые не обладают какой-либо специфичностью. То есть практически любое изменение эпители можно назвать эпителиопатией. Эпителиопатия у аниридийных пациентов происходит из-за того, что сам по себе эпители недостаточно прочно прикрепляется к подлежащей основе, на которой он должен находиться. И поэтому постоянно нарушается его целостность, которая приводит к нарушению гладкости поверхности роговицы, ее прозрачности и проникновению инфекции, а также отеку роговицы. К эпителиопатии из-за того, что эпители сам недостаточно прочно прикрепляется к поверхности роговицы, приводят различные внешние факторы. Такие даже как моргание, такие как ветер, такие как пыль, которая может попадать туда с ветром. Любое раздражение глаз, любые механические травмы и даже незначительные травмы. В большинстве случаев пациентам с аниридией рекомендуется использовать увлажняющие капли. Увлажняющие капли на постоянной основе используются без консервантов. Это связано с тем, что пациентам с аниридией необходимо использовать увлажняющие капли длительное время, для того, чтобы постоянно препятствовать повреждению эпители и способствовать его самостоятельному восстановлению. Сами по себе увлажняющие капли не обладают свойством восстанавливать как-то роговицу. Они способствуют тому, что создают дополнительный слой на поверхности эпители, под которым эпители самостоятельно, более хорошо, более качественно может зарастать, то есть покрывать роговицу и создавать новый слой. Увлажняющие капли используются, как я уже сказал, без консервантов. Но иногда без консервантов невозможно достать такие капли. И в коротком смысле, то есть когда мы используем увлажняющие капли не длительное время, мы можем использовать их с консервантов. Особенно это касается тех случаев, когда имеется выраженное поражение роговицы, уже видимое поражение роговицы. Мы можем использовать какие-то более густые увлажняющие капли, густые для того, чтобы покрыть роговицу более качественно, более хорошо. Для того, чтобы нарастание эпители под этими каплями, или даже может быть гелями, шло более быстрыми темпами. В таких случаях мы используем более вязкие, как можно более вязкие увлажняющие капли, либо гели. Возникает часто вопрос, стоит ли использовать увлажняющие капли с целью профилактики. Оказывается, стоит. Стоит вот почему. Потому что в течение жизни анеридийного больного, пациента с анеридией, могут возникать микротравмы роговицы, которые мы можем просто не замечать и пропускать. Особенно это касается маленьких детей. Особенно маленьких детей, с которыми достаточно усложнен контакт. То есть родители должны использовать увлажняющие капли от случая к случаю просто с целью профилактики, даже если нет клинических значимых проявлений эпителиопатии или повреждений роговицы. И особенно внимание к таким пациентам должно быть в тех случаях, когда видно какое-то явное повреждение. То есть, допустим, глаз краснеет, либо ребенок заплевает обычным банальным вирусным конъюнктивитом, либо видно, что ребенок щурится на яркий свет. В таких случаях увлажняющие капли, и может быть даже густые увлажняющие капли, обязательно должны использоваться. По поводу других методов защиты. Обычные очки со светофильтрами, либо без светофильтров, используются также у нередийных пациентов с защитой от ветра, который несет в себе пыль, который может раздражать роговицу, который может повреждать роговицу. Поэтому часто нередийным пациентам рекомендуется носить очки, которые будут закрывать не только переднюю поверхность глазного яблока, но и закрывать глазное яблоко с боковых поверхностей, чтобы была длительная защита роговицы в течение всего дня. То есть очки используются не только как коррекция, а оптическая коррекция, не только как защита от ультрафиолетового излучения, что при аниридии достаточно важно, но и для защиты от ветра, защиты от пыли, которая может попадать светом. Третье, очень важная деталь. Пациентам с аниридией часто прописывают контактные линзы. То есть рекомендация носить контактные линзы у пациентов с аниридией встречается даже в достаточно авторитетных источниках, такие как medscape.com, допустим, если читать главу по аниридии, то там врожденные аниридии рассматривается возможность ношения мягких контактных линз с прокрашенным драчком для улучшения светобоязни. Фактически последние данные говорят нам о том, что ношение контактных линз не будет повышать комфорт, не ведет к повышению остроты зрения и, скорее всего, чрезвычайно опасно для эпителии роговицы, что в дальнейшем, скорее всего, приведет к повреждению роговицы и тяжелым случаям эпителиопатии. Поэтому моя рекомендация и рекомендация вообще пациентам с аниридией, особенно молодым пациентам с аниридией, никогда ни при каких случаях не используете никакого типа контактных линз. Исключение могут составлять лечебные контактные линзы, которые назначаются докторами при выраженных случаях эпителиопатии, когда может возникать болевой синдром или выраженный отек роговицы. Всех ли касаются данные рекомендации? Рекомендации по использованию увлажняющих капель, по использованию контактных линз? Скорее всего, есть какой-то незначительный процент пациентов с аниридией, у которых не возникает проблема с роговицей. Есть различные проявления аниридии. У одних проблемы выраженные, у других проблемы не выраженные, у третьих проблемы имеют совсем другой характер. Но вот такая проблема, как эпителиопатия, которая развивается и может приходить в достаточно тяжелую форму выражения роговицы, случается у большинства пациентов с аниридией. Пока ребенок маленький, пока молодой, мы не всегда можем заранее знать и отриференцировать, а есть ли проблема, случится ли она в будущем у данного пациента. И мы на всякий случай всегда занимаемся протилактическими какими-то мероприятиями. Но опять же повторюсь, что скорее всего имеется какое-то количество пациентов с аниридией, у которых проблем с роговицей может не быть в курсе никаких. Однако этот процент значительно меньше и в средней популяции при врожденной аниридии, эпителиопатии, тяжелые поражения роговицы развиваются и могут быть развиваться. Ранняя профилактика тяжелых поражений роговицы, использование увлажняющих капель, использование средств защиты, однозначно способствует тому, что мы можем избежать тяжелых форм поражения роговицы. И она крайне важна, и использовать ее обязательно нужно. Если у вас возникнут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Пожалуйста, пишите на моем сайте, на форуме и в комментариях под этим видео. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.